В эфире информационный выпуск программы «Панорама» в студии «Алмазного края» Кристина Дорофеева. Здравствуйте и коротко о главном. Конца и края нет. Якутский подрядчик не успевает отремонтировать крышу многоэтажки в Мирном к Новому году. Нефтяники и медикам. Акционерное общество РНГ помогает больницам «Алмазного региона» бороться с COVID-19. Елка на потолке. Корреспондент «Алмазного края» выяснил, как хозяева хвостатых защищают новогоднее дерево от зубов и когтей. И к первой теме. Жители многоэтажки на Ленинградском проспекте в Мирном все-таки встретят Новый год без новой кровли. В городском управлении ЖКХ прокомментировали. Подрядчик не успевает выполнить работы. Напомним, ремонтом крыши занимается фонд капитального ремонта из Якутска. Работы стартовали в июле. Закончить их подрядчик обязался в начале октября. По словам местных жителей, из-за ремонта в доме уже возникали проблемы с интернет-соединением. На температуре внутри квартиры это тоже сказалось. Изначально городские власти утверждали, до конца декабря работы закончатся. Но, видимо, и после 5 января здесь будут трудиться люди. К слову, один из рабочих в прошлую среду упал с этой самой крыши. По словам представителя подрядной организации, мужчина сейчас находится в медучреждении. Он уже пришел в сознание, но проведет на больничной койке еще не один месяц. Продолжаем. В Якутии, в поселке Усть-Куйга, построят малую атомную электростанцию. Об этом сообщается на сайте Росатом. Госкорпорация заключила с правительством республики соглашение. Регион обеспечит станцию необходимой мощностью и предоставит земельный участок. Проектируемая станция, модульная и компактная, прослужит не менее 60 лет. Обеспечит работой 800 человек. Ожидается, что ее сооружение позволит практически в два раза снизить стоимость электроэнергии в Усть-Янском районе и сократит выбросы углекислого газа от угольных и дизельных установок. На сегодняшний день такой современной и референтной технологией обладает только Российская Федерация. Уверен, что за станциями малой мощности большое будущее, как у нас в стране, так и во всем мире, прокомментировал глава Росатома Алексей Лихачев. В следующем году решится судьба карьера «Заря». Будет он эксплуатироваться или нет, зависит от добытых на месторождении алмазов. Точнее, их качество, чистоты, цвета и веса. Работы запланированы на второй полугодие 2021-го. Напомним, работы на карьере «Заря» остановили в мае. Это было связано с кризисной экономической ситуацией на рынках сбыта, снижением спроса на алмазную продукцию. Плюс ко всему, по сравнению с кристаллами из других месторождений Алроса, алмазы из «Зарей» имеют характеристики ниже. По предположению, по оценке геологической службы компании, в принципе, чем ниже мы пойдем горными работами, тем качество алмазов будет улучшаться. Мы хотим эту работу выполнить, подтвердить эти характеристики, и в дальнейшем уже принять решение все-таки, что будет в карьеру. Если подтверждается характеристики, то большая вероятность, что 100%, что месторождение будет дальше эксплуатироваться. 2020 год стал переломным в жизнедеятельности ремонтной службы Алроса. Там полностью изменили внутреннюю структуру. Некоторые подразделения упразднили и провели реорганизацию некогда общих цехов. Теперь на базе горнообогатительных комбинатов есть ремонтные подразделения, центр комплексного сервиса. Сейчас идет сбор данных о технологическом состоянии оборудования в единую информационную систему САПТОПа. Она позволит создавать цифровые двойники, анализировать работу и строить прогностические модели. Все это предотвращает аварийные ситуации и позволяет заблаговременно определить, к какому оборудованию потребуется техническое обслуживание. Внедрение новой программы ТОИР повысит надежность работы основного технологического оборудования. Мы быстро сориентировались, устранили свои первичные ошибки. И при этом, когда мы это делали, мы не уронили ни коэффициенты готовности, не повысили уровень травматизма. То есть у нас все прошло ровно. Для компании, как для большой компании, это прошло незаметно. Добровольную вакцинацию от COVID-19 в России планируют начать в первые месяцы 2021 года. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сообщил, компания пройдет поэтапно и вряд ли ее можно будет назвать массовой. А пока же успешность регионов в борьбе с COVID-19 всецело зависит от усилий местной власти и, как показывает практика местного бизнеса. О том, как акционерное общество РНГ помогает медикам Алмазного региона, расскажем в сюжете. В декабре исполнился год после первой вспышки COVID-19. Правда, тогда никто не мог поверить, что коронавирус выйдет за пределы Китая. Но это случилось. Повсеместное заболевание сплотило многих. А бизнесмены, которые сумели остаться на плаву, стали помогать медикам. Акционерное общество РНГ оказалось в числе первых, кто помог Мирненской центральной районной больнице. Специально для этого в нефтяной компании запустили программу «РНГ медикам». Компания изыскала средства, мобилизовала собственные ресурсы снабжения и на протяжении всего года поставляла недостающие медикаменты и оборудование Мирненской больницы. 2020 год показал, что самое ценное – это человеческая жизнь и здоровье. В компании помощь местной системе здравоохранения поставили на поток ещё в марте. За это время медики Алмазной столицы получили от нефтяников 16 прикроватных мониторов, мобильный бокс-капсулу для транспортировки больных, аппараты искусственной вентиляции лёгких, ультрафиолетовые облучатели рециркулятора воздуха, оборудование для размораживания плазмы, а также несколько партий средств индивидуальной защиты медиков. Сами помните, было очень сложно доставать СИЗы, антисептики. И тогда ещё в России этого не было. И они первые, как и акционерная компания «Алроса», и также РНГ, они нам первые помогли. И поэтому нашим врачам было очень, нашим сотрудникам было просто и легко работать, потому что и предоставили нам, и нам они именно, конечно, качественные СИЗы. Вот так же, как сегодня мы получили от них очки, маски, также получим костюмы «Дипонт». Благотворительный проект «РНГ-медикам» отметили и на всероссийском уровне. Нефтяники стали победителями федерального и регионального этапов премий для СМИ и пресс-служб топливно-энергетических компаний «Медиатек» в номинации «Социальная и экологическая инициатива». В режиме онлайн лучших поздравили представители правительства страны. Когда мы начинали этот проект, разумеется, мы не думали о никаких премиях. Наша главная задача была оказать действительно нужную и важную помощь. И второй момент – показать жителям Миринского района, что мы вместе, мы рядом и мы готовы помогать. Потому что социальная ответственность для нашей компании – это не пустой звук. Это наша основная задача. Пандемия COVID-19 наглядно показала, социально ответственный бизнес способен серьезно помогать и оперативно реагировать на потребности региональной системы здравоохранения. Компания РНГ планирует и в дальнейшем сотрудничать с больницами. Анна Винокурова, Роман Ларин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Прививаться от COVID-19 препаратом «Спутник Ви» разрешили людям от 60 лет и старше. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее для препарата было установлено возрастное ограничение от 18 до 60 лет. Испытания в данной возрастной группе показали эффективность вакцины в 90% случаев. Разработчики «Спутник Ви» отметили, при вакцинации у добровольцев не возникли тяжелые аллергические реакции, поэтому применение препарата безопасно. Специалисты уточнили, перед вакцинацией от коронавируса пожилым людям необходимо дождаться ремиссии всех хронических заболеваний и отказаться от алкоголя на несколько дней. Тем временем, 29 декабря, в Якутии зафиксировали 179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает республиканский оперштаб. 70 заболевших находятся в столице республики, в Миринском районе 15, в Ленском – четверо инфицированных. У нас с вами приближается, безусловно, Новый год. И, соответственно, хотелось бы, чтобы в это время, конечно же, как можно больше произошло разообщений между групповыми контактами людей. И, соответственно, это позволить в том числе и непосредственно не давать вирусу распространяться. Айхальские волонтеры поздравили детей с Новым годом. Участники группы «Горячие сердца» переоделись в Деда Мороза и Снегурочку, пришли в гости к малобеспечным семьям и в те, где живут дети с ограниченными возможностями здоровья. 15 ребят получили сладкие подарки, а взамен прочитали стихи и спели песни. Всегда стараемся радовать детей, чтобы у них оставалась улыбка на лице, счастье, радость. И всегда после каждого поздравления именно детей, всегда очень родители благодарны нашим волонтерам, поселку Айхала, кто помогает. А детям, изучающим якутский язык, подарок к Новому году преподнесли мультипликаторы. В свет вышла четвертая серия мультфильма «Лисенок Тако». Данный проект выходит при поддержке общества Алмаза Анабара, дочернего предприятия Алроса. Основная цель и задача мультфильма – научить малышей от двух до пяти лет якутскому языку. Лисенок Тако учит детей заботиться о природе, трудолюбию и другим традиционным ценностям. Новая серия называется «Самолет». Ее можно бесплатно посмотреть на YouTube-канале Чохон. А вот героев нашего следующего сюжета научить беречь вещи пока не получается. Дело в том, что они – братья наши меньшие. Кот уронил елку, собака сгрызла игрушки или наоборот. Как украсить дом, в котором есть домашние животные? И как защитить елочку от хвостатых? На помощь приходят смекалка и цитрусовые. Как это работает, узнавала Марина Куртихина. Хвостатые портят игрушки на елке, роняют ее, грызут ветки. Перед Новым годом таких видео в интернете становится все больше и больше. Пользователей ролики веселят. А вот хозяев хвостатых порой расстраивают такие промыслы. У семьи Завьяловых кот Марк уже поел новогодний дождик. Пришлось спасать. Мы очень все испугались. Но нам помогли ветеринарные клиники. Наш кот жив, здоров. И до сих пор так же весело пытается украсть теперь игрушки с елки. Но дождик мы больше туда не вешаем. Обращение в ветеринарную службу во время новогодних праздников прибавляется. И это не только съеденный дождик. Самые популярные это травмы. Автотравмы животных. Период пекард и салютов. Это непроходимость кишечника. Ну и отравление. Чтобы кошка или собака не ели новогоднее убранство, пользуйтесь вот такими лайфхаками. Не украшайте ель стеклянными игрушками. Дождик и мишуру тоже убираем. Они яркие и блестят. Ваш питомец не сможет пройти мимо такой красоты. А вот еще один совет. Спасти вашу елку поможет лимон с мандарином. Цитрусовые нарезаем на кусочки. Их запах животные не любят. Можно просто поставить под елочку или повесить на нижние веточки. Все равно боитесь за свою лесную красавицу или за питомца? Некоторые хозяева предпочитают сделать елку декоративной из гирлянды и на стене. У нас в семье два домашних питомца. Мы очень хотели бы ставить елку в Новом году. Но, к сожалению, из-за наших хулиганов это невозможно. И поэтому мы решили найти такой интересный выход из ситуации и сделать новогоднюю елку на стене. Ну а если вы не хотите отказывать себе в удовольствии нарядить лесную красавицу, установите дерево на потолке. Наш коллега так и сделал. Смотрится экзотично, коты не долезут. Вот так и убьете двух зайцев. Марина Крутихина, Алекс Аснин, телеканал «Алмазный край». Видеооператор «Алмазного края» несколько дней заглядывал в окна мирнинцев. Нет, вы не подумайте, за жителями он не подсматривал, а старался запечатлеть то, какими гирляндами засиял город, благодаря стараниям его жителей. Идею снять 21 светящееся окно в честь 2021 года пришла в голову нашего продюсера Ксении Исламовой. Кажется, получилось намного больше. Давайте посчитаем. Кажется, получилось намного больше. Кажется, получилось намного больше. На этом все. Новости региона также доступны в социальных сетях и на YouTube-канале. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...